Всем хоба, с вами Вова. Сегодня я вам покажу и расскажу основы в Roblox студии. Ну короче, туториал обычно. Как удалить модель, как поставить модель, как отправить свою модель в библиотеку, в либерой, чтобы её могли качать другие игроки и вставлять свои плейсы. И как вообще добавить своего друга, ну не только друга, а вообще какого-нибудь игрока, ютубера или ещё кого-нибудь в Roblox. Короче, запускаем это в Roblox студию, нажимаем на edit, потом качаем блогин по ссылке в описании и пишем ник. Главное, чтобы там не было лишних букв. Ну короче, пишем ник или своего друга, или какого-нибудь ютубера, или себя. Ну короче, игрока какого-нибудь. Потом мы нажимаем на spawn. Так. Что за фигня? Почему у меня не спавнится? А, я случайно две буквы написал лишние. ДВ. Теперь всё должно сработать. Кстати, всё сработает не сразу, вот у меня не сразу, из-за чего у меня сразу несколько вов заспавнилось, а всё нет. Так. А, чтобы удалить модель, нужно нажать на bug space. Эта кнопка есть на клавиатуре. Да, кстати, ещё я вам покажу, как стирать ник. Если вы попытаетесь стереть ник в эксплоре, то у вас ничего не получится. Да, кстати, надо зайти во вкладку view. Ну, а для того, чтобы стереть ник, вам нужен properties. Надеюсь, я правильно читаю. Потом нажимаем на name. И стираем его. Баг спейсом. И всё. Изи. Вот. Нету никакого ника над головой. А если... Сейчас я вам покажу, что будет, если попробуете стереть ник в эксплоре. Вот. Всё. Ничего не получилось. Поэтому лучше стирать ник в properties. Блин, что за название. А сейчас я вам покажу вторую, точнее, последнюю основу Roblox студии. А именно, как отправить и загрузить свою модельку в Toblox в библиотеку, чтобы её могли качать другие игроки. Короче, заходим во вкладку view. Потом нажимаем на эксплойлер. И нажимаем в эксплоре на модельку правой кнопкой мыши. И потом нажимаем на save to Roblox. Переводится это как сохранить в Roblox. Нажимаем. И вот она у нас грузится. Потом нажимаем на create new. Так. Вот. Create new. И потом пишем название нашей 3D модельки. Моя 3D модель будет называться for video. То есть для видео. Описание не обязательно. Genry. Genry тоже не обязательно. Потом ставим галочку на allow copying. И нажимаем на finish. Если у вас полоска не голубая, а красная. То это означает, что вы допустили или в названии, или в описании. Какую-нибудь орфографическую ошибку. Так что будьте внимательны. Нажимаем на finish. Если у вас голубая полоска, то значит все ок. Нажимаем на ок. И потом все. У вас ваша 3D модель в библиотеке. Ее могут качать игроки. Потом нажимаем на top blocks. И нажимаем на вторую кнопку inventory. И вот она, наша 3D модель. Кстати, картинка для этой 3D модели появится не сразу. Ок. Удачи вам. С вами был Вова. До новых встреч.